В администрации муниципалитета состоялось очередное 20-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Оно прошло в режиме видеоконференции. На повестке дня стоял только один, но весьма важный вопрос. Народным избранникам предстояло утвердить правила благоустройства на территории Ленинского городского округа. Докладчиком по вопросу выступил заместитель главы администрации Сергей Гаврилов. Необходимость принятия новых правил благоустройства связана с преобразованием муниципалитета из района в округ. Раньше свои правила были в каждом поселении. Теперь на всей территории Ленинского городского округа будут действовать единые принципы в подходе к вопросу благоустройства. В отношении данного проекта была проведена антикоррупционная экспертиза. Коррупционных факторов не выявлено. В период с 15 сентября по 21 октября проводились общественные обсуждения. По результатам было подготовлено заключение непосредственно по предлагаемым правилам благоустройства. Документ определяет, как должен формироваться облик Ленинского городского округа, а также правила содержания и развития объектов благоустройства округа, доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. При обсуждении проекта правил благоустройства слово взял депутат от фракции КПРФ Павел Грудинин. Но говорил он не о вопросе повестки дня, а о бюджете будущего года. В бюджете, в пункте 16, решение о бюджете, есть такой интересный пункт. Реализация мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов, других маломобильных групп, муниципальных учреждений физической культуры и спорта. В 2021 году бюджет Ленинского городского округа выделяет 2900 рублей. Если мы будем такие бюджеты принимать, то какие бы правила мы ни принимали, за 3000 рублей обеспечить доступность для инвалидов в учреждениях физкультуры и спорта мы не сможем. Спасибо за вопрос. Но вы несколько исказили сумму. Там 3 миллиона, а не 3000 рублей. Павел Николаевич, вы, как всегда, из контекста вырвали фразу «Всего на обеспечение деятельности по доступной среде всего 3 миллиона». Уважаемые коллеги, мне кажется, мы перешли к рассмотрению совершенно другого вопроса. Конкретно поставили вопрос, имеется ли к данному проекту правил по благоустройству на территории Ленинского района вопрос. Решение утвердить правила благоустройства на территории Ленинского городского округа депутаты приняли единогласно. Так как мы сейчас уже живем в городском округе, у нас одна единая общая территория, естественно, нужно приводить все наши нормативные акты к единому образцу. В том числе, вот это основополагающее, я считаю, документ. Он достаточно объемный, комплексный, на который регулирует различные аспекты благоустройства на нашей территории. Продолжение следует...